Прогулки по городу. Сезон третий. Первая встреча в этом году состоялась в пятницу в саду 1 мая. И посвящена она истории молодежной политики в регионе. От комсомола до наших дней. Коммунистический союз молодежи создан в октябре 1918 года. Функцию этой организации были примерно те же, что и у современного департамента молодежи. Обеспечить досуг, наполнить жизнь юношей и девушек интересными и полезными событиями. В Иванове активная молодежь заявила о себе гораздо раньше. С 1905 года молодежь активно участвовала в политической жизни региона. Особенно, так как регион издан был молодым и по возрасту, и по населению. И уже с 1905 года был создан первый в России общегородской совет рабочих депутатов. Здесь приятно отметить, что в этот общегородской совет депутатов входило почти половина представителей в возрасте менее 25 лет. Сегодня фитнес-клуб, но поколение постарше, прекрасно помнит, что это здание на Шереметьевском проспекте. Когда-то было центром физической и спортивной жизни региона. На мемориальной доске изображен руководитель областного спорткомитета Иван Николаевич Швецов. В этой должности он проработал рекордные 33 года. Даже в военное время здание не меняло своей спортивной ориентации. В 1941 году, в первый военный год, сюда переехал техникум физической культуры и спорта из Владимира. И находился здесь до 1957 года. Здесь готовили преподавателей для средних специальных учебных заведений, тренеров-преподавателей. В здании находились два спортивных зала, была библиотека, было общежитие для студентов, для преподавателей. Следующая точка в маршруте – областная научная библиотека. Там подготовлена выставка к столетию комсомола. Здесь лектор Ольга Хасбулатова. Ныне член правительства, а в прошлом – первый секретарь обкома комсомола на протяжении 7 лет. А в общей сложности она посвятила этой работе 15 лет. Контролировали отдых молодежи. Практически все танцевальные площадки у нас были под контролем. Мы проводили все спортивные соревнования. Наша комсомольская организация Ивановской области. Мы построили на свои комсомольские деньги березовую рощу лагерь. Тогда это был молодежный лагерь, там отдыхали взрослые молодежи. А потом, теперь там уже сейчас отдыхают дети. Также Ольга Хасбулатова поделилась своими воспоминаниями посещения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоялся в Болгарии в 1968 году. В 1985 году это мероприятие проходило в Москве. Его участником была солистка трио «Меридиан» Надежда Лукашевич. В 2017-м принимать молодежь со всего мира готовится в Сочи. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.